Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Хобби Хом Электроникс. В данном видео я хочу продемонстрировать вам небольшой обзор 10-полосного светодиодного анализатора спектра звука. Данный 10-полосный светодиодный анализатор спектра звука состоит из двух частей, таких как печатная плата управления и печатная плата светодиодной матрицы. На схеме светодиодного анализатора спектра содержатся такие узлы, как операционный усилитель, управляющий микроконтроллер, двоично-десятичный дешифратор и транзисторные ключи с PNP и NPN-переходами. Светодиодная матрица состоит из 100 светодиодов зеленого, желтого и красного цвета. Краткая информация о технических характеристиках анализатора спектра. Индикация производится в частотном диапазоне от 31 Гц до 16 кГц. Размеры светодиодной матрицы – 10 строк на 10 столбцов. Возможные режимы работы – точка, точка с регистрацией пиков, линия, линия с регистрацией пиков. Питание анализатора спектра осуществляется при помощи блока питания 12 В постоянного напряжения. Потребляемая мощность зависит от используемых светодиодов матрицы. Тип входящего сигнала – линейный моно. Приступим к монтажу радиокомпонентов на печатной плате управления. Продолжение следует... Далее переходим к монтажу печатной платы светодиодной матрицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова После монтажа и пайки всех радиокомпонентов приступаем к соединению печатной платы светодиодной матрицы и печатной платы управления. Редактор субтитров А.Кулакова Чтобы непроценно пользоваться светодиодным анализатором спектра, проверим его работоспособность при помощи онлайн-генератора звуковых частот. Начнем с 31 Гц, 62 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц. У кого нет возможности приобрести этот анализатор спектра, но есть навыки по сборке электроники в домашних условиях, для вас я подготовлю материалы по модификации и программированию данного устройства, которые вы увидите в моем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео.